Когда будет создана муниципальная управляющая компания? С 1 января еще один многоквартирный дом Свердлова 158 остался без УК. Один из самых первых вопросов в прямом эфире, когда будет создана муниципальная управляющая компания. Как заверил глава, решение принято. В городе есть муниципальное предприятие по управлению зданиями. На его основе и будет создано новое управляющее. Осталось только обучить сотрудников и пройти ряд официальных процедур. Нам на создание нужно примерно до мая, чтобы получить все документы, которые необходимы. Для этого управляющая компания. То есть с лета начнем работать уже с тем, чтобы начинать поэтапно брать те дома, с которыми сегодня проблемы. Также глава отметил, что дома будут забирать практически все, так как горожане недовольны работой нынешних коммунальщиков. Еще один частый вопрос – это развитие хоккея в городе. По словам Сергея Дьякова, Край вступил в федеральную программу и получил на развитие этого вида спорта 25 миллионов рублей. Более того, город вскоре войдет в состав федерации хоккея Пермского края. Это вопрос решенный. Сегодня весь вопрос, чтобы это оформили документально и договориться с федерацией хоккея края, чтобы у нас был этот отдел, где ребята могли бы дальше уже, после того, как они здесь себя зарекомендуют, могли бы уже пойти тренироваться выше, то есть и в Пермский край, а может быть даже и выше. На эти деньги также закупят и оборудование для молодых хоккеистов. Также затронули вопрос о том, кто должен чистить территорию детского сада. Ответ главы – однозначно этот вопрос стоит за дошкольным учреждением. Также стало известно, что в районе улицы Сарычева планируется строительство детского сада на 240 мест. Проект детского сада будет такой же, какой у нас есть любимый. Надо будет привязать, посчитать фундаменты, сделать новые расчеты и так далее. Поэтому в этом году готовимся, со следующего года постараемся уйти в струйку. Жители также спрашивали про новых учителей и медиков. По словам главы, в городе действуют две программы по привлечению кадров. Учителям и медикам выплачивают деньги на покупку жилья. Благодаря такой программе в больнице имени Вагнера появилось 49 новых сотрудников. Еще один вопрос из сферы медицины – это реконструкция детской городской больницы. Также глава рассказал, что в Семино и Чкалово вскоре проведут газ. Кроме того, разрабатывается проект по газификации на Нартовке. Что касается транспорта, в середине года Край купит еще три автобуса до микрорайона Любимов. Также в этом году построят приют для 150 собак. Елена Силакова, Новости Верхней Каме.